Здравствуйте, друзья и всем, кто меня смотрит! Сегодня будем вместе с вами готовить очень простое, сытное блюдо, когда нужно быстро накормить мужа, ребенка или пришли гости. Блюдо называется гнезда с начинкой. Это блюдо можно сделать с разными начинками. Я сегодня сделаю с двумя. С фаршем это замечательно подойдет для ужина. И сделаю с яйцами. Это прекрасный, великолепный завтрак. Итак, что же нам понадобится? Собственно, персоны макароны гнезда. Для первой начинки фарш любой. Одна луковица, соль, перец и специи. Для второй начинки к завтраку возьмем несколько яиц, некрупных, от молодых курочек, кусочек сыра и свежая зелень, любая. У меня зеленый лук. Подготовлю первую начинку. Для этого в фарш нужно добавить луковицу. Мелко-мелко-мелко нарезанную, вот прям вообще чем мельче, тем лучше. Прям в кашу. Для этого я ее сначала разрежу на небольшие куски. И пробью еще дополнительно в блендере. Лук перекладываю к фаршу. Солим. Перчим. И добавляем вкусные специи. Невкусные добавлять не будем. И хорошенько вымешиваем фарш. Сначала можно это сделать ложкой, а потом хорошенько вымешиваем руками. Чтобы фарш стал однородным. Фарш подготовила. Так что первая начинка готова. Сейчас я залью гнезда кипятком, чтобы они немножечко размякли. Так будет проще нам сделать в них углубление, чтобы поместилось больше начинки. Примерно наполовину. Теперь начинаем класть начинку. Из фарша формируем маленькие тефтельки. И укладываем прямо сверху на гнездо. Все, с этим закончили. Теперь блюдо ставим на плиту. Доливаем кипятка, так чтобы вода покрыла две трети всего гнезда. Обязательно накрываем крышкой. И ждем, когда закипит. После закипания готовим 15-20 минут. Очень важно, чтобы приготовились тефтельки. У меня прошло 15 минут. Всю влагу макароны уже впитали. Самое время добавлять яйца. Берем по одному яйцу и аккуратненько в серединку добавляем. Два. Три. И пять. Яйца готовятся быстро. Их я немножко посолю, поперчу. И накрываем крышкой еще 2-3 минутки. Пока готовятся яйца, у нас есть 2-3 минутки. Потрем, за это время сыр. Сыр натерт. Надо проверить яйца. Так, и здесь все готово. Выключаем плиту. Так, все готово. Теперь посыпем все это дело сыром. Накроем крышкой и дадим ему расплавиться. Ну что, давайте снимем пробу. Хотя, кого я обманываю. Я знаю, что это очень вкусно. Очень вкусно. Обалденно. Желточек чуть-чуть жидковатый. Сыр сверху. Перчик. Лучок зеленый. Ммм, просто сказка. Попробую с мясом. Ой, а с мясом так вообще шикардос. Друзья, обязательно приготовьте. Это вкусно. Не забудьте поставить лайк под видео. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Всего вам хорошего. Пока-пока. Либо с яйцами. Я сделаю... С двумя начинками. Пять некрупных яиц. Маленьких отм... Еще раз давай. Так будет проще нам сделать... У меня прошло 15 минут. Всю влагу макароны сосали. Сосали. Питали. На крупной терке. На крупной терке. К завтраку супер. Сытно. С сыром. С перчиком. Ой, я испачкалась. Пишите комментарии. Эм...